С Рождеством православных христиан поздравил Владимир Путин. Вторую половину этого дня президент провел в Петербурге. Он приехал к выдающемуся писателю-фронтовику Даниилу Гранину. А до этого побывал на репетиции сводного детского хора, в котором почти тысяча человек из всех регионов России. Управиться с таким количеством детей не каждому педагогу под силу. А ведь их всех еще нужно рассадить в строгом порядке. Дискант ни в коем случае не перепутать сопрано, иначе можно испортить тончайшую настройку всего хора. Его создавали несколько месяцев. Исполнители отбирали по всей стране. По 10 человек от каждого из 83 регионов России. Самому старшему исполнителю 15 лет, ну а самому младшему всего 8. Многоголосные произведения, их петь достаточно сложно. Два голоса надо соединять, каждый отрабатывать. Очень интересно, как дирижирует человек, какую музыку можно узнать. Несколько месяцев они учились работать в таком большом коллективе у себя дома, с лучшими музыкальными педагогами. А уже на второй день Нового года начались совместные репетиции в Мариинском театре. На одну из них пригласили и президента. Вы что все делаете? Все поете вместе? Да. Из всех регионов Российской Федерации дети съезжаются, репетируют и поют. Да-да-да, я в курсе, только я не могу понять, как вот их можно организовать для репетиции. Вот сейчас как раз будет репетиция. Идею создания такого хора предложил художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. Он же и за дирижерским пультом. Детским голосом аккомпанирует знаменитый симфонический оркестр. Хору предстоит выступить на церемонии закрытия Олимпиады. Если Россию на Олимпиаде в Сочи представить тысячеголосый хор детский, и он представит все регионы России, мне кажется, это будет более ценным и для Олимпиады, и для всего мирового сообщества. Более ценные возможности знакомиться с Россией. Ведь лицо России это сегодня эти дети. В эти минуты репетиция еще продолжается, но журналистов с видеокамерами попросили покинуть зрительный зал. Дело в том, что как раз сейчас сводный хор исполняет песню, которая прозвучит на закрытии Олимпийских игр в Сочи. Но что это за композиция? Должна остаться в секрете до самой церемонии. Можно, конечно, попробовать подслушать, но нет ни единого звука, слишком хорошая шумоизоляция. Так что, чтобы узнать этот секрет, все-таки придется дождаться окончания Олимпиады. Главе государства эту тайну все же приоткрыли. Своими впечатлениями от услышанного он поделился со всеми исполнителями. Я вам должен сказать, что я очень удивлен, что такое количество молодых людей и так здорово исполняют произведения, которые все равно известны. Я вас поздравляю. Прямо с репетиции Владимир Путин отправился в гости к известному писателю, фронтовику Даниилу Гранину. В первый день Нового года ему исполнилось 95 лет. Данил Гранин пригласил Владимира Путина присоединиться к праздничному столу, накрытому по случаю Рождества. Михаил Акинченко, Денис Торопчинов, Марина Елисеева, Олег Горячев. Первый канал Санкт-Петербург.